Друзья, привет! Вы на канале Боколесо и сегодня в этом видео мы посмотрим с вами новинку. А вот какого сезона, конечно же, пока не совсем понятно, но я вам сейчас расскажу, в чем состоит суть этого непонятного. Это, тем не менее, модель Hankook Ventus Prime долгожданный 4. Посмотрите Ventus Prime 4 и почему непонятно, какого года эта новинка? Просто потому что в России она вот только что появилась, сейчас у нас февраль 2023 года и я с такой радостью увидел эту шину у нас уже на складе. Я очень обрадовался, что могу сделать по ней обзор, потому что слежу я за ней с 2021 года, когда она появилась в продаже в Европе, и я просто, честно говоря, удивлялся и негодовал, почему в России ее все вот никак не везут, продают Ventus Prime 3 и все, хоть ты убейся. Но, тем не менее, 2023 год наступил и шина к нам все-таки доехала. Это очень хорошо, на сайте Hankook официально появилась она еще в 2022 году, поэтому я ее ожидал в 2022, но вот, собственно, в 2023 она все-таки как-то до нас доехала. И хорошо. Но давайте с вами разберем эту шину поподробнее, как мы с вами любим, все с вами измерим, обсудим, тесты, отзывы, если они есть, потому что с этим могут быть некоторые сложности. Но есть и у нас небольшой лайфхак от наших друзей, я вам сейчас чуть-чуть попозже расскажу. Тем не менее, Hankook Ventus Prime 4, естественно, она продолжает линейку Ventus Prime. Ventus Prime 3 был неплохой шиной в целом. Единственное, жалобы на Ventus Prime 3, наверное, основные были по поводу ее прочности. Во всем остальном, по большей части, людей все устраивало, управляемость, комфорт и так далее. И здесь, посмотрите, Hankook в своем стиле, они любят что-нибудь на этикетке написать. Здесь написано, ну, если грубо переводить, то это, они пишут, что это шина баланс управляемости и комфорта. В общем-то, это так все выглядит. Эта шина действительно является асимметричной, обычной асфальтовой, никакой ни внедорожной, ни гоночной и все остальное. То есть, обычная туринговая шина. Что значит туринговая шина? Это шина для повседневной, обычной эксплуатации. Город, трасса, без претензий на спортивность, без претензий на внедорожность и так далее. Обычная шина, ну, туринг, типа, как для путешествий. Так вот, шина асимметричная. Мы с вами это видим. Видим маркировку Outside, то есть, это внешняя сторона. И сразу же давайте оценим такую тему, что во внешней стороне обычно блоки делают более крупными на шинах, которые такие приспортивленные. Здесь мы видим с вами, что блоки, что с этой стороны, что с этой стороны в обеих плечевых зонах, они, в общем-то, одинаковые. Если я все правильно вижу, я, конечно же, специально их не измерял, да, но и ни к чему, потому что видно, что если они имеют какую-то разницу, то совсем-совсем незначительную. Это, собственно, подтверждает историю о ее туринговости, как я и сказал. Едем дальше. Смотрим, что у нас есть такие великолепные, большие, продольные канавки для обеспечения борьбы с аквапланированием. Также обеспечивает борьбу с аквапланированием, вывод из плечевых зон, тоже есть небольшие канавки, посмотрите, вот такие. И Ханкук здесь, обратите внимание, пошел под пути такого компромисса. То есть, есть и канавка для водоотвода, но она прорезана, ну, отлита, да, если правильно я буду сказать, не до конца. В этом есть и плюсы, и минусы. Пока шина новая. Плюсы заключаются в том, что шина будет обеспечивать хороший акустический комфорт, потому что перекрытые обычно плечевые зоны обеспечивают именно этот самый акустический комфорт. И некоторые отводы с плечевых зон тоже есть. Но основной все-таки отвод воды, то есть даже разгон воды в борьбе с аквапланированием будут обеспечивать продольные широченные канавки. Но в этом обычно есть и некоторые минусы, потому что, как вы понимаете, воздухом шина не может цепляться с дорожное полотно, а цепляется только резино-технической смесью. Поэтому, конечно же, учитывая, что эта шина не спортивная, такой подход, он, в общем-то, оправдан. Борьба с планированием будет, акустический комфорт будет, и пока шина новая, будет очень хороший отвод воды, не только благодаря продольным канавкам, но и которые находятся в плечевых зонах. Но, как я и сказал, в этом есть определенное коварство, потому что, когда шина будет и стираться, то этой канавки, конечно же, уже не будет, и аквапланирование не будет таким хорошим. Это надо в процессе эксплуатации учитывать. Также мы видим с вами, что есть вот такие вот насечки, появились они, для тоже борьбы с резонансом, то есть, чтобы делать шину тише. Об этом всем и говорит компания Hankook на своем сайте об этой шине. То есть, эти насечки для повышения акустического комфорта, вопросов нет. Вообще, компания Hankook про эту шину на своем сайте говорит немного, и это, наверное, хорошо, потому что говорит, что она супер, мега, там, во всем хороша, но об этом уже много копий, наверное, сломано разными производителями, потому что не может быть в одной шине абсолютно все. Как правило, в шине доминируют какие-то два качества, которые и определяют то, для кого и для чего эта шина создана. И это очень важно, опять же, при подборе шин. То есть, не ищите никогда, когда выбираете шину, шину, которая может абсолютно все, не найдете. Если вам будут говорить обратное, кто бы это ни был, будь то это какой-то рекламный буклет или какой-то специалист в кавычках, то это все, конечно же, неправда. Всегда нужно выбирать шину по своим потребностям, потому что вам наиболее надо. Ну ладно, это такое небольшое отступление. Далее мы видим с вами, что есть вроде бы как продольное ребро курсовой устойчивости, которая будет обеспечивать лучшую управляемость на скорости. Но, опять же, здесь применена такая история, что есть такие вот небольшие канавки. Они будут обеспечивать как помощь в борьбе с акваклонированием, то есть, опять же, вода может перетекать несколько из канавки в канавку. И здесь, посмотрите, тоже они прорезаны от литы, да, не совсем до конца. Вот эта история, она будет тоже обеспечивать все-таки курсовую устойчивость в большей степени, но, опять же, не так, как если бы это ребро курсовой устойчивости было бы полностью монолитным. То есть, здесь тоже вопрос такого некоторого компромисса. Также здесь мы видим, что вот такие вот зигзагообразные есть канавки. Тоже очень эта история похожа на то, что сделала компания Goodyear в модели Efficient Grip Performance 2, например. То, что потом многие начали перенимать, Continental Ultra Contact. Даже Viate Strada 2 побаловалась этими такими вот S-образными канавками. И здесь, в принципе, сделано то же самое, только с такими острыми углами. Это сделано для обеспечения лучшего зацепа при любом положении руля, куда бы вы, собственно, не повернули. Почему это обеспечивается? Просто потому, что каждая канавка имеет определенную кромку. И для увеличения кромочного эффекта, который, в свою очередь, помогает шине лучше сцепляться за дорожное полотно. И сделаны вот такие вот канавки, которые, как я и говорил, они не только обеспечивают борьбу со попланированием дополнительную, но и также зацеп. В этом, в принципе, вопросов никаких нет. Единственный момент, что посмотрите, вот эти рисунки, они тоже такие очень и очень неглубокие. То есть, пока шина новая, она будет работать, конечно, на полную, но когда она будет истираться, качества будут несколько теряться. У любой шины качества теряются, но надо здесь понимать, за счет чего они будут теряться. Вот вы это видите своими собственными глазами. Также мы видим с вами типичные для Ханкука вот такие вот точечки. Они созданы компанией Ханкук по их заявлениям для контроля за равномерностью износа. То есть, если, допустим, здесь точечки у вас уже сильнее стерлись, чем здесь, то есть на внешней части сильнее, чем на внутренней, тогда нужно смотреть, что с подвеской, может быть, сделать развал схождения, ну, собственно, и так далее. То есть, это, еще раз повторюсь, точечки для контроля равномерности износа. Глобально по протектору сказать чего-то такого плохого или суперхорошего нельзя, потому что протектор просто сбалансированный. Вообще, абсолютно нормальная история, как я и сказал, для туринговой шины. Ну, давайте посмотрим глубину рисунка протектора. Это тоже важно при борьбе с аквапланированием. То есть, чем шина, естественно, имеет больше протектор, тем воды она в себя может вобрать больше. Я думаю, что это понятно. Так вот, обычно на летней шине делают, ну, порядка 7 миллиметров глубины рисунка протектора. Это такая золотая середина просто, потому что делать сильно больше очень сложно, потому что тогда шина будет терять в управляемости. Ну, вы понимаете, сделать такие какие-нибудь, не знаю, 20-ти миллиметровый протектор, ну, это просто глупость, шина будет очень сильно плавать. Сделать меньше, значит, уменьшит ресурс шины. И тут надо понимать, что здесь глубина рисунка протектора, это не только о водоотводе, не только об обесах аквапланирования, но также и о том, сколько шина будет ходить. Но здесь надо учитывать один момент, что шина будет ходить долго не только за счет глубины рисунка протектора, но и за счет состава резино-технической смеси. Мы можем посмотреть и примерно прикинуть, насколько будет шина износостойка, измерив глубину рисунка протектора и измерив твердость состава резино-технической смеси. Соответственно, чем тверже смесь, тем лучше шина будет ходить. Но об этом чуть-чуть попозже. Давайте все-таки сейчас по глубине рисунка протектора смотрим, сколько видим, 6,97, ну, 7 ровно, да, тут уже вопросов никаких нет, они сделали 7,0 практически, и это нормально, это, ну, не плохо, не хорошо, это, знаете, ответственно подошли к этому делу, вопросов нет, здесь молодцы. По рисунку протектора думаю, что все понятно, здесь больше обсуждать нечего, давайте посмотрим боковину, боковина средней эластичности, такая, знаете, плотненькая, но все-таки не дубовая, и в целом это хорошо, но также надо понимать, что мы можем, конечно, пощупать ее, посмотреть, там, мягкая, жесткая, но еще один момент, как я и говорил, что Ventus Prime 3, ее предшественница, в основном имела такой хейт на прочность, И здесь мы с вами сейчас сделаем замер толщины боковины, что нам даст, конечно же, косвенное понимание, почему косвенное, потому что здесь надо рассматривать вместе с каркасом, из чего уже создан каркас, об этом мы тоже посмотрим, но для начала посмотрим толщину боковины. Толщину боковины я буду замерять в самом тонком месте шины, по принципу, где тонко, там и рвется, я думаю, что это вполне справедливо. И надо понимать, что вообще, вообще, ну вот раньше, как-то вот даже несколько лет назад, от 5 до 8 миллиметров я считал всегда нормальным, нормальной толщиной. Но сейчас я вижу, что производители, очень многие делают боковины достаточно тонкие, возможно, это дело в том, что они пытаются облегчить шину, таким образом уменьшить расход топлива, то есть сделать шину как-то более экономичной, что в целом вписывается в картину вот этой экологичности в Европе, то есть мы с вами видим, что евроэтикетки есть, кстати, по евроэтикетке тоже надо пробежаться, евроэтикетки есть, которые говорят об экономичности шины. У автомобилей есть вот эти вот классы, евро 2, евро 3, евро 4, евро 5, евро 6, вот, которые тоже призваны делать европейские города там чище, например, да, то есть выхлоп становится более чистый. Так и здесь, я думаю, что дело, скорее всего, в этом. Ну, давайте сделаем все-таки замеры, мы видим с вами, что здесь у нас 4,9 миллиметра, как я и говорил, от 5 до 8, это нормально, ну, здесь практически по нижней грани, посмотрим на самом деле, насколько люди будут снова жаловаться на прочность Hankook Ventus Prime, на этот раз 4. Почему будут жаловаться? Просто потому, что шина вышла только что, и очень сложно понять, как она повела себя в обычной эксплуатации в России. Здесь, опять же, очень важный момент, что по России пока нет отзывов. В России условия своеобразные. Но, если мы зайдем на сайт наших друзей TIE Reviews, от которых 2 теста на нашем канале уже есть озвученных, зимний шин и летний шин, вы их можете посмотреть, без проблем мощься, на самом деле, крутые тесты. Так вот, на сайте TIE Reviews тоже европейцы оставляют свои отзывы. И по отзывам европейцев шина классная, она хорошо тормозит, она комфортная, она хорошо управляется, вопросов нет. Но вот насколько она прочная, там люди не говорят. То есть, вероятно, может быть, дороги чуть-чуть получше, хотя тоже есть у нас подписчики из Германии, например, которые пишут, что, ну, не все так хорошо в Германии, вы не думайте, что у нас тоже дороги бывают ого-го разбитые. Но, тем не менее, по прочности отзывов на TIE Reviews я не нашел. Но, в целом, люди говорят, что шина неплохая, даже очень хорошая. Так вот, я не знаю, конечно же, когда вы будете смотреть данное видео, как только оно выйдет, или когда вы уже поэксплуатируете эту шину. Но, если вы вдруг приобрели эту шину, обязательно, друзья, сделайте мир лучше. Пришлите, пожалуйста, свой видеоотзыв. По этой шине, как она вообще себя повела, как вам понравилась она, не понравилась, это очень важно. Потому что, вот, человек захочет купить Hankook Ventus Prime 4 и увидит, что, ага, вот такая она на самом деле. Потому что вы о ней рассказали о вашем именно опыте эксплуатации. Почему это важно? Потому что, например, кто-то прислал о Hankook Ventus Prime 4 отзыв, кто-то прислал отзыв о Goodyear Efficient Grip Performance 2. А вы потом, после Hankookа, захотели купить Goodyear и посмотрели другой отзыв. Мир становится лучше. Это же здорово. То есть, делиться своим опытом, и наш канал всячески этому способствует, содействует. И любой отзыв, который вы пришлете, даже если вы просто разгромите шину, скажете, она вообще плохая, да, то вы не думайте, здесь фильтра на это нет на канале. Вот как есть, так и говорите. То есть, все, что вы пересылаете, все будет опубликовано. Ну и давайте сделаем замер твердой состава резинно-технической смеси. И тут надо понимать, что чем тверже состав резинно-технической смеси, тем, естественно, шина будет стираться медленней. Но цепляться с дорожное полотно будет хуже. Но и более мягкий состав резинно-технической смеси, конечно, ощущается несколько комфортнее. Итак, мы сделаем три измерения, как всегда, и выведем средние. А также далее сравним в нашей сравнительной таблице с другими летними шинами. Итак, первый замер 65,0 единиц шора. Второй замер 63,5 единиц шора. Третий замер 65,0. Так же, как и первый, и средний показатель 64,5 единиц шора. И вы видите из нашей сравнительной таблицы, что это средний по твердости состав резинно-технической смеси. И это тоже уклон в компромисс, в баланс, как и рисунок протектора, как и боковина с ее толщиной. То есть, Хан Кук попытался сделать максимально сбалансированную шину. И судя по тестам, которые я тоже нашел на сайте Тайя Ревьюз, очень классный сайт, на самом деле, и наши друзья большие. И Джонатану Бенсону большой привет. Он молодец. Спасибо им большое за потрясающие тесты и за то, что позволил их озвучить для нашего канала. Очень здорово. Так вот, в этих тестах шина Хан Кук занимает очень хорошее, уверенное, по-моему, второе место. Сейчас это все будет у вас на экране. Но шина показала себя очень хорошо. Управляется хорошо, тормозит хорошо. По комфорту прекрасно. Акустический комфорт хорош. Поэтому Хан Кук в очередной раз сделал хорошую шину. И, наконец-таки, наконец-таки, на этикетке нет пафоса. То есть, они говорят о балансе. И баланс в этой шине мы уже с вами видим. То есть, она сбалансирована вообще во всем. И это действительно хорошо, когда слова не расходятся с делом. И еще, кстати, любопытный момент, что на своем сайте Хан Кук сравнивает Вентус Прайм 4 исключительно с Вентус Прайм 3. И поливает, ну не скажу, что поливает грязью, давайте нет. Говорит о том, что Вентус Прайм 4 лучше именно никаких-то условных других, в кавычках, шин или шин конкурентов, как многие пишут. Нет, они сравнивают именно со своим продуктом. Что, на самом деле, довольно-таки, ну, мне кажется, достойного уважения. Вообще, компания Хан Кук в моих глазах растет, скажу честно. Потому что ранние модели, в ранних моделях было очень много пафоса. И, в общем-то, не такие высокие характеристики. Но сейчас Хан Кук, конечно же, видно, что работает над продуктом очень тщательно. И еще, конечно же, было бы неплохо увидеть в будущем, что люди говорят, что шина не хлипкая. Что она достойно сопротивляется всяким разным плохим дорогам. И вообще, тяготам судьбы. Ну и давайте посмотрим на евроэтикетку, которой здесь нет. Ну и на европейских сайтах, естественно, ее можно без труда найти. На евроэтикетке мы посмотрим данные экономичности, шумности и торможения. И которые можем сравнить с нашими наблюдениями и измерениями. Итак, первое, что мы с вами видим, что шина с индексом 91H имеет 69 дБ. 69 дБ всего лишь навсего. Но надо понимать, что 69 дБ это не то, что внутри салона вы будете слышать вообще. Шумность, то есть уменьшение шумности, борьба с шумностью европейцами сделана для того, чтобы европейские, соответственно, города стали комфортнее для жизни. Автомобили меньше шумели. Но, кстати, с развитием электромобилей, я думаю, что в городах станет значительно тише. И, естественно, шины в этом помогут, когда они будут меньше шуметь. Так вот, 69 дБ для размера 205-55-16. Это прекрасный показатель шины. Действительно, будет тихо. Так вот, торможение на мокром асфальте без луж тоже высший балл. Буквка А. И это очень и очень здорово. Шина в этом плане очень безопасная. Но по экономичности обратите внимание, что стоит буква С. Кстати, евроэтикетку нельзя обмануть, если вы планируете продавать шину в Европе. Опять же, если вы, как некоторые китайские бренды, слепят евроэтикетку с потолка взятыми данными и не сертифицирована в Европе, то, конечно, там можно писать вообще все, что угодно. Но китайцы обычно хитрят, они пишут все средние данные. То есть, не хорошие, не плохие. Они понимают, что шины очень дешевые. И вот такой, не знаю, трюк делают. Но, если шина сертифицирована в Европе, то тут, извините, трюк не получится. Так вот, экономичность у шины средняя. И что влияет на экономичность? На экономичность влияет множество факторов, в том числе вес. Чем шина легче, тем, соответственно, она экономичнее. Поэтому мы с вами сейчас взвесим эту шину. Надо понимать, что в размере 205-55-16 вес колеблется от 7,5 до 10,8 килограмм. Килограмм, примерно так. Соответственно, мы сейчас с вами возьмем наши весы. Вот они. Пожалуйста, ставлю. Хоть они и бытовые, но думаю, что понимание мы определенно с вами получим. Сколько же у нас здесь? 8,9. То есть, относительно 7,5 и 10,8. Это тоже средний показатель. То есть, опять же, это подтверждает то, что шина действительно обладает превосходным балансом. То есть, экономичность средняя, конечно, нельзя назвать превосходным балансом. Но все-таки это вписывается в общую картину забалансированности данной модели. Ну и надо понимать, что вес это не только экономичность. Вообще, чем шина легче, тем, естественно, двигателю раскручивать такую шину проще. Соответственно, это дает небольшой вклад в динамику. Соответственно, как я уже сказал, это дает небольшой вклад в экономичность. И благодаря балансу подрессоренных и неподрессоренных масс автомобиль на более легких шинах будет ощущаться более комфортным. Ну и давайте с вами пробежимся по маркировкам на боковине. И прежде я еще хочу вам показать, насколько аккуратно сделан гермослой. Посмотрите, все как бы вот внутренняя часть, да, но насколько это все дело красиво, аккуратно даже внутри. Ну так вот, давайте шину вот так вот положим. И еще один момент, многих он заботит, это защита обода диска. В невооруженным взглядом видно, что этот наплыв здесь есть, и он такой немаленький. И это не только наше визуальное наблюдение, в спецификации шины тоже эта защита обода диска есть. Итак, боковина выглядит симпатично, многие просят показать поподробнее, как же это все дело будет выглядеть. И эта сторона аутсайд, поэтому вот именно этой стороной и шина будет смотреть на окружающий мир, но и на нее тоже. В общем-то все сделано лаконично, но вполне себе красиво. Так, что мы с вами видим? Что это визе указание, что есть индикатор вот этой неравномерности износа, бог с ним. Кстати, если интересует, то все маркировки основные, которые содержатся на любой шине, то есть обязательные маркировки, я о них рассказал в отдельном видео. Видео получилось классным, оно, конечно же, освещает очень многое, если вы его посмотрите, я думаю, что о маркировках знать вы будете не меньше, чем я. А по этой шине я затрону именно то, что касается конкретно этой модели. Поэтому давайте пробежимся, посмотрим, что же тут интересного. Сразу же говорю, что шина производится в Китае, made in China. Вот, собственно, маркировка. Естественно, Ханкук производит шины и в Корее, но в 2023 году, я думаю, что нас будет ждать именно Ханкук по большей части китайского производства, что, в общем-то, неплохо. Он и раньше приходил иногда китайский, и Мишлен приходит китайский, и он приходил и раньше, там, в 15, 16, 17 и так далее год китайский Мишлен тоже был. Поэтому Китай, наверное, как главная страна в мире по производству всего на свете, мне кажется, все в Китае производится. И Ханкук, соответственно, тоже. Так вот, мы с вами видим, что здесь есть маркировка слойности каркаса. Как я и говорил, что она тоже влияет на прочность шины. Итак, здесь у нас на слой тред, то есть та часть, которая соприкасается с дорожным полотном, это двойной стальной брейкер, один слой полиэстера и один слой нейлона. А на сайдвол, то есть боковина, боковина, это один слой полиэстера. Единственный нюанс по всему этому, это то, что, обратите внимание, что полиэстер и нейлон, оба материала, они не тянущиеся. Вот полиамид, например, он тянется, растягивается, а то, что тянется, порвать сложнее, чем то, что не тянется. Поэтому у меня есть некоторые подозрения, что все-таки, друзья, вот что было в Ventus Prime 3, да, по прочности, то мы будем видеть и здесь. Скорее всего, ну, это время покажет, конечно, да, но материалы каркаса тому не способствуют, чтобы шина боролась с плохими дорогами, то есть с реальными угрозами. Повреждения лучше, чем предыдущие. То есть, если бы здесь был полиамид, то возможно, но ни полиэстер, ни нейлон, к сожалению, не тянутся. Вот такой вот парадокс. Может быть, они сделают так из каких-то своих соображений специально. Едем дальше по маркировкам. Вот интересная такая, она не сертифицируемая, естественно, маркировка, то есть ее можно было наносить, можно не наносить, она могла выглядеть как угодно. Это чисто ноу-хау Ханкука. И мы с вами, ну, вроде бы как, не совсем глупцы, да, и можем понять, что данный автомобиль с таким вот знаком, как бы, молнии, то есть, возможно, электричество, подразумевает то, что эти шины вполне могут быть установлены на электромобиле. Потому что, и вот здесь вопрос, потому что что? На евроэтикетке мы выйдем с вами С, экономичность средняя. А для электромобилей это называется не экономичность, это называется автономность. То есть, все-таки данная шина, конечно, ее можно установить на электромобиле, но автономности она явно не добавит. Здесь есть контроль качества, видите, китайский, но очень любопытно. Шина сертифицирована для продажи в США от D.O.T. По части Ханкука у меня нет никаких сомнений, что так оно и есть. Шина произведена, ну, сейчас вот у нас февраль 23-го, 41-й неделе 22-го года. Шины, как всегда, у нас свежие. И дальше вот такие вот непонятные символы. Здесь зашифровано, где именно шина была произведена в Китае. Но по Китаю, на самом деле, довольно-таки сложно определять именно, ну, показывать вам города, показывать вам конкретные заводы, в отличие от европейского производства. С Китаем здесь все посложнее. Если у меня получится, я вам выведу это на экран. Но, тем не менее, этот код без проблем расшифровывается. Здесь зашифровано, где именно шина была произведена, зашифрован номер партии и так далее. В общем-то, на самом деле, особенно, ну, не то чтобы ничего интересного, но ничего, то что влияет на последующую эксплуатацию. Но и, по сути дела, все. Больше я ничего здесь интересного не вижу. Может быть, на другой стороне, на инсайт, что навряд ли, конечно, все маркировки здесь продублированы. И, в общем-то, на этом все. Мы с вами посмотрели все, что по маркировкам нам было интересно. Ну и пора переходить к итогам. Мы, по-моему, абсолютно с вами все изучили, все рассмотрели, все оценили. Размерная сетка у вас на экранах. И официальная информация от компании Hankook, что в России планируется размерная сетка от 16 до 20 посадочного диаметра. Насколько, в общем-то, это будет реализовано, посмотрим. Пока, на самом деле, размеров на февраль 23 года не так много. Но, тем не менее, уже хорошо, что шина все-таки к нам приехала. Итак, самое важное всегда при подборе шин – это для каких нужд, для каких людей, для каких водителей и для каких условий эксплуатации можно приобретать или не нужно приобретать ту или иную шину. Данная шина рассчитана на широкий, очень широкий круг автомобилистов. Соответственно, эксплуатация, естественно, трасса, город – обычная повседневная эксплуатация. Шина не предназначена для съезда на бездорожье. То есть, естественно, на какую-нибудь сухую гравийку выехать без проблем на любой шине. Но, если вдруг потребуется проехать по какой-то раскисшей грунтовке, по какой-то грязи, здесь надо быть очень осторожным. Потому что, если ходом что-то еще проскочить можно будет, то если автомобиль на таких шинах где-нибудь встанет, то выехать будет очень и очень сложно. Это все-таки асфальтовая шина, поэтому это надо иметь в виду. В остальном же эту шину можно эксплуатировать на юге, можно использовать в северных регионах летом. Но, опять же, здесь определить именно конкретную целевую аудиторию сложно именно потому, что шина максимально универсальная. То есть, она может понравиться абсолютно любому человеку. Даже если человек любит немножечко притопить, и его езда даже, может быть, по городу, по трассе является довольно-таки активной, но безопасной, естественно. Потому что всегда нужно соблюдать правила дорожного движения. Так вот, эта шина, конечно же, не будет чемпионом именно в комфорте или чемпионом в какой-то управляемости. Но она имеет высочайший баланс различных качеств. Поэтому, конечно же, если брать шину с точки зрения баланса, то тут, в принципе, рассмотреть ее может абсолютно каждый. Шина очень и очень универсальна. Поэтому, друзья, вот как-то так мы подвели с вами итоги. Я надеюсь, это видео хоть чуть-чуть, но было вам полезно. И если это так, конечно же, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. И большое спасибо, что досмотрели до конца. Пока-пока.